МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Здравствуйте! В эфире программа «Патруль» и я ее ведущая Наталья Мохова. ДТП со смертельным исходом, более 7 килограмм наркотиков и наша традиционная рубрика «Осторожно, пьяные водители». Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! В Туве устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом. Установлено, что на трассе Эрзин-Морен 27-летний водитель не справился с управлением и улетел в кювет. В момент опрокидывания водитель не был пристегнут ремнем безопасности. В результате ДТП мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Также в ходе проверки по базам данных ГИБДД установлено, что 27-летний молодой человек не имел водительского удостоверения. И еще один случай произошел на трассе Чеданок-Давурак. 36-летний водитель автомашины «Тойота Карина» не справился с рулевым управлением и также оказался в кювете. В результате аварии в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализирована 43-летняя Козыльчанка, которая в момент ДТП не была пристегнута ремнем безопасности. Водитель и второй пассажир, которые, к слову, были пристегнуты, не пострадали. Более 25 килограмм марихуаны изъяли в Шиганаре. 27 марта во время рейда в Улукемском районе в полутора километрах от исправительного учреждения полицейские обратили внимание на мужчину, который при виде сотрудников полиции выбросил мешок, в котором находились листья и стебли дикорастущей конопли. Установлено, что задержанный мужчина 1989 года рождения отбывает наказание в колонии-поселении. Кроме того, полицейские обнаружили еще 9 мешков с наркотическим веществом, которые были спрятаны на данном участке. Согласно справке об исследовании, вес изъятого наркотического вещества марихуаны составил 26 килограмм 747 грамм. Следователям возбуждено уголовное дело. При проведении допроса задержанный признался в том, что марихуану хранил для себя. И снова наркотики. В поселке городского типа Каахем инспекторы ДПС заметили подозрительную машину. Водитель ваза требованию сотрудников полиции об остановке не подчинился. Во время преследования с передней пассажирской двери машины выбросили полиэтиленовый мешок, после из ваза выбежали двое мужчин. В результате преследования наряд ДПС задержал и доставил в полицию водителя. В ходе разыскных мероприятий сотрудниками отделения ГИБДД был задержан один из тех, кто успел сбежать. Им оказался безработный житель Каахема 1998 года рождения. Установлено, что в мешке находилась конопля. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество марихуана общим весом более 7 килограмм 408 граммов. По данному факту следователям возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. При допросе фигурант признал свою вину и пояснил, что собрал наркотические средства для личного употребления. В Пехемском районе госавтоинспекторы пресекли факт незаконной перевозки контрафактной алкогольной продукции. На автодороге Р-257 Енисея инспекторами ДПС была остановлена газель, за рулем которой был 40-летний козыльчанин. В ходе визуального осмотра транспортного средства сотрудники ГВДД установили наличие в салоне большого количества картонных коробок. При досмотре содержимого оказалось, что в них алкогольная продукция. На бутылках отсутствовали акцизные марки. В ходе разбирательства 40-летний водитель автомашины пояснил, что товар принадлежит знакомому. Сотрудники полиции вызвали владельца груза на допрос. Мужчина пояснил, что алкоголь приобрел в Абакане. Спирто, содержащая продукция, общим объемом 480 литров, была изъята и направлена на исследование. Граждане доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. Сводка ГВДД далее. С 26 по 31 марта в республике зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 6 получили травмы. За прошедшую неделю сотрудниками ГВДД на территории республики задержано 69 водителей в состоянии опьянения. Из них 4 автоледи. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Несостоявшийся наркодилер. В Туве задержали женщину, собиравшуюся сбыт наркотики в Красноярске. Экспертиза показала, что речь идет о гашише. 27-летнюю женщину задержали во вторник, поздно вечером в Кызыле. На допросе она сама призналась, что наркотики у нее были не для личного использования, а именно для продажи. Несостоявшийся наркодилер планировала переправить их в Красноярск и там сбыть. По данным МВД региона, вещество, находящееся у нее, оказалось гашишем 54 грамма. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Расследование дела продолжается. В минувшие дни после утверждения прокуратуры республики обвинительного заключения в Дзунхенческий районный суд Тувы направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции вышеуказанного района, который совершил хищение чужого имущества в особо крупном размере. Сотрудник обвиняется в растрате дизельного топлива в количестве свыше 40 тысяч литров, предназначенного для заправки служебного автомобиля. Он причинил материальный ущерб под ведомственным МВД региона учреждению на общую сумму более полутора миллиона рублей. Обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства, согласившись с предъявленным ему обвинением. В связи с невозмещением материального ущерба прокуратурой республики одновременно с направлением в суд уголовного дела заявлен иск о взыскании с него данной суммы ущерба. В минувшие выходные полиция Кызыла провела рейды на левобережных дачах столицы. Только за один день рейдовых мероприятий на дачах с водными группами было выявлено два факта незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. Всего сотрудниками полиции было составлено 32 протокола об административном правонарушении, а именно три за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, три за потребление наркотических средств, 26 за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, распитие спиртной продукции в запрещенных местах, а также за мелкое хулиганство. Сотрудниками госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения привлечено более 140 граждан, из них 5 водителей за управление транспортным средством в пьяном виде. Отметим, что сегодня на дачах проживает более 14 тысяч людей, причем третий из них относится к неработающим. Чтобы как-то прожить, многие из них прибегают к более легкому, по их мнению, пути, то есть криминальному. Из более 200 преступлений, совершенных на левобережных дачах в прошлом году, половина является имущественного характера, кражи, грабежи, разбои. Не уменьшается количество фактов незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе и ее суррогатов. За три месяца 2019 года на территории ЛДО Кызыла зарегистрировано 29 преступлений. Из них одно убийство, два умышленных причинений тяжкого вреда здоровью и так далее. Также выявлено 13 фактов незаконной реализации алкогольной продукции. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации». Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Большой брат следит за тобой. Частное охранное предприятие «Патриот». Это надежная охрана вашего дома, квартиры, коммерческого объекта, гаража и сопровождение ценных грузов. ЧОП «Патриот». Ваша безопасность – это наша работа. Телефон дежурной части 66131.